Добрый день! Встречаемся с вами очередной раз, чтобы обсудить очередную актуальную проблему для современного кушерства, а именно мы с вами должны поговорить о воспалительных заболеваниях органов малого таза. Сокращенно это длинное название в последнее время стал привычно называть не очень красивым звукосочетанием, но это теперь называется зонт – воспалительное заболевание органов малого таза. Таким образом, если говорить о гинекологии, то давайте вспомним, что же находится в малом тазу, а именно в том отделе брюшной полости, который находится ниже линии терминалис. Там, конечно же, находится кишечник. Там кишечник как толстый, так могут находиться петли тонкого кишечника частично, но основной орган, о котором нам с вами придется сегодня разговаривать, это, конечно же, матка и придатки. У женщин, взрослых женщин и матка вместе со своими придатками, находятся в полости малого таза. Женская половая система состоит из матки, это один орган, и парные придатки, которые включают в себя трубу, посмотрите, нормальная фаллопиевая труба и яичник, который находится в непосредственной близости от этой трубы. – это орган парный. Все это вместе покрыто брюшиной, висцеральной брюшиной. У маленьких детей, вы должны это тоже знать, и матка, соответственно, и придатки не погружены в полость малого таза, а находятся выше линии терминалис, то есть они находятся в свободной брюшной полости, и только после трех лет постепенно эти органы опускаются в полость малого таза. Итак, продолжим разговор о воспалительных заболеваниях органов малого таза. – это целая группа заболеваний. Они могут быть у женщины отдельно, самостоятельно, но могут и находиться в определенном сочетании друг с другом. То есть это группа самостоятельных воспалительных нозологических форм в области верхних отделов репродуктивного тракта у женщин, которая может включать любую комбинацию. Это может быть эндометрит, может быть эндомиометрит, сальпингит, то есть воспаление маточной трубы с одной или с двух сторон, а афорит, он тоже может быть с одной или с двух сторон, то есть воспаление яичника. Может быть тубов реальный абсцесс, о них мы вели речь с вами на прошлой лекции, этот абсцесс может быть также с одной или реже с двух сторон. И тазовый перитонит или его по-другому еще называют пельвиоперитонит. Так вот эти заболевания могут сочетаться между собой. И чаще всего, и это уже стало привычным словосочетанием, встречается сальпинга аафорит, вот то, что раньше называли аднекситом, а сейчас это слово как-то уходит из нашего лексикона, поэтому мы с вами будем говорить о сальпинга аафорите. Итак, мы упомянули, что это воспалительное заболевание верхних отделов репродуктивного тракта женщины. Значит, подразумевается, что имеется еще и нижний отдел. Я начну вот с чего. Для вас, наверное, не секрет, что полость матки по сути является внешней средой, потому что через влагалище и цервикальные каналы напрямую полость матки сообщается с внешней средой, точно так же, как и кишечник считается внешней средой организма. Таким образом, казалось бы, что микроорганизмы из внешней среды могут беспрепятственно попадать в полость матки. Однако это не так, и организм женщины, достаточно здоровой женщины, достаточно хорошо защищен от этого восходящего пути проникновения инфекции. Если говорить непосредственно о внутренних половых органах, то начнем мы разговор с влагалища. И сейчас считается совершенно доказанным и общепринятым, что во влагалище имеется определенный биоциноз, то есть стойкое поселение неких микроорганизмов, которые обеспечивают постоянное существование этой среды. Так вот, основные микроорганизмы, которые составляют этот биоциноз, это так называемые палочки додерлейна. Грамм положительные, отрицательные палочки, которые продуцируют молочную кислоту. Таким образом, среда во влагалище кислая, а в кислой среде большинство микроорганизмов, простейших, просто не выживают. Им для их роста и развития нужна среда щелочная. Таким образом, любое изменение биоциноза и смещение PH в сторону ощелачивания может быть предрасполагающим фактором для развития инфекционных агентов. Далее, цервикальный канал. Цервикальный канал заполнен очень вязкой, густой слизью, которая сама по себе является препятствием. Но, с другой стороны, в этой цервикальной слизи находится огромное количество иммуноглобулинов, которые являются препятствием, которые препятствуют и не дают микроорганизму подняться вверх. Ну и, наконец, это механическое препятствие существования так называемого внутреннего зева, который находится на границе между цервикальным каналом и полостью матки и также находится в сомненном состоянии, поэтому не пропускает микроорганизмы выше этого внутреннего зева. Так вот, именно внутренний зев является границей между нижним отделом полового тракта у женщины и верхним отделом репродуктивного тракта. Таким образом, в верхних отделах оказывается матка, маточные трубы и яичники. Сразу скажем, что основная причина вот этих воспалительных заболеваний полового тракта является, в настоящее время это доказано, инфекции, передающиеся половым путем. Это ИППП или ЗППП, заболевания, передающиеся половым путем. И понятно, что как любое инфекционное и воспалительное заболевание, в зомт нуждается в адекватной нормальной антибактериальной терапии. Вот, собственно говоря, о чем мы сегодня с вами и поговорим. Итак, несколько слов о эпидемиологии в зомт. Тут есть некие интересные, на мой взгляд, факты. Так вот, наибольший пик заболеваемости в зомт приходится отнюдь не на самый зрелый фертильный возраст, а на период с 15 до 24 лет. То есть охватывает группу женского населения, у которых либо происходит становление менструальной функции, либо это девочки, женщины, которые выбирают себе спутника жизни и задумываются о беременности, об осуществлении своей фертильной функции. Но это приводит к тому, что после 20, а еще чаще после 30 лет, частота регистрации в зомт значительно уменьшается. То есть в зрелом репродуктивном возрасте женщины реже заболевают впервые в зомт, если таковы имеются, то, как правило, это уже хроническая форма заболевания, приобретенная именно в возрасте от 15 до 24 лет. В чем же тут дело? Такая закономерность может быть обусловлена как изменением полового поведения после 30 лет, то есть основная масса женщин все-таки уже определилась с своим спутником жизни. Но и, во-вторых, уже появляется вот эта защитная функция цервикального канала, там накапливается моноглобулин, антитела, и это способствует тому, что инфекция появляется реже. Отсюда делаем выводы, какие же существуют риски развития в зомт. Ну, это, как вы понимаете, зависит от сексуальной активности пациентки и частоты смены полового партнера, потому что у всех, у каждого человека микрофлора своя, и она может оказаться патогенной для другого партнера. Зависит от возраста, мы это уже с вами обсудили. Во многом зависит от способа контрацепции. Как вы понимаете, барьерные способы контрацепции надежно защищают человека от ненужной инфекции. Ну, и наличие в анамнезе инвазивных гинекологических вмешательств. Если мы говорим о возрасте юном и молодом, то, как вы понимаете, основная масса инвазивных гинекологических вмешательств приходится на выполнение отнюдь не лечебных мероприятий, а мероприятий по прерыванию, к сожалению, нежелательной беременности, то есть медицинские аборты. Это, конечно, вот тоже резерв снижения количества воспалительных процессов. Факторы, способствующие развитию зонт, условно, можно разделить на экзогенные и эндогенные. Какие же экзогенные факторы риска? Частые, необоснованные спринцевания. Вот, казалось бы, спринцевание направлено на то, чтобы продезинфицировать влагалище и избавиться от ненужных инфекционных агентов. Однако мы с вами уже вели речь о биоцинозе, и любое нарушение биоциноза может способствовать развитию инфекции. А спринцевание как раз этот биоциноз и нарушает. Просто физически вымывает нужные организмы палочки дотерлейна. Наличие влагалища инородных предметов. Ну, в основном это касается, конечно, маленьких детей. И вы наверняка знаете, что маленькие дети в исследовательском порыве могут в уши, в нос помещать какие-то посторонние предметы. Горошины, камушки и так далее. Ну, точно так же это может случиться и с влагалищем. Инородный предмет, конечно, это инфекция. Ну, и так на будущее, на путстве будущим мамам, настоящим мамам девочки должны играть в песочнице во избежание тоже попадания ненужных предметов, должны играть в песочнице в длинных штанишках. Запомните это, пожалуйста. Ну, а если говорить о взрослых женщинах, то чаще всего инородные предметы связаны с ношением писария, то есть поддерживающего какого-то приспособления, либо использованы для контрацепции диафрагмы колпачков. Вот длительное пребывание этих предметов во влагалище, конечно, способствует развитию инфекции. Поэтому в настоящий момент диафрагмы колпачки практически вышли из употребления, и сейчас просто очень мало когда употребляются. Некоторые виды местной контрацепции. Вот те же самые колпачки диафрагмы, но здесь речь идёт в основном о внутриматочном контрацептиве. Так называемой внутриматочной спирали. И вот посмотрите, ВМС увеличивает риск развития в зомб в 4-7 раз. Это тоже привело к тому, что если сравнить, например, частоту употребления ВМС лет 15-20 назад и сейчас, то сейчас ВМС употребляется в единичных случаях. Чаще всего мы применяем ВМС, которые содержат лечебные компоненты для лечебных мероприятий, а не столько для контрацепции. Ну и, наконец, то, что не подлежит обсуждению, что само собой разумеется, несоблюдение правил личной гигиены, наверное, не нуждается ни в каких комментариях. Эндогенные причины. Ну, во-первых, это гормональное влияние. Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно, сахарные диабеты. Вы прекрасно знаете, как инфекционные процессы текут на фоне сахарного диабета. Ну, и другие иммунологические и гормональные заболевания приводят к снижению толерантности организма и восприятию инфекционных факторов. Так, иммунодефицит различного происхождения, конечно, не нуждается, видимо, в комментариях. Первое, что приходит на ум, это, конечно, ВИЧ-спит, но ведь иммунодефицит может быть и другого происхождения. В частности, при приеме каких-то определенных лечебных мероприятий, лекарственных препаратов. Ну, и все хронические заболевания, тут, видите, опять приводится пример сахарного диабета, но, конечно, не только сахарный диабет, но любое тяжелое хроническое заболевание, будь то почки, легкие, сердце и так далее, конечно, приводит к снижению защитных сил организма и способствует развитию различных инфекционных заболеваний. в том числе и в зонт. На что мы должны обращать внимание? То есть диагностика, симптомы, подтверждающие диагноз в зонт. Женщина придет на прием и будет предъявлять определенные жалобы. И вот эти жалобы чаще всего, типичные жалобы для в зонт, это боли внизу живота, различные силы, различные интенсивности различного вида. Это от сильных схваткообразных болей до неясных, тупых, каких-то выматывающих боли внизу живота. Диспоруния, то есть это боль во время полового акта, конечно, женщина обращает на это внимание и это заставляет обратиться к врачу. Это необычные кровотечения, то есть ациклические кровотечения вне месячных или кровотечения во время месячных стали более интенсивными. Ну и необычные выделения из влагалища и шейки матки обычно это гноевидные выделения, возможно, с неприятным запахом. Это тоже женщину в какой-то степени напрягает и она обращается к доктору. При осмотре врач определяет следующие симптомы. При пальпации нижних отделов живота возникает болезненность, женщина жалуется на то, что пальпация нижних отделов болезненна. При бимануальном осмотре определяется, во-первых, болезненность в области придатков матки, придатки могут быть несколько увеличены, пастозны. Это обращает на себя внимание. Достаточно типичный для таких заболеваний симптом – это болезненность при смещении шейки матки. Матка при этом может быть больше нормы, тестоватой консистенции, болезненное при смещении. Это симптомы воспалительного процесса. Ну и, наконец, общий такой универсальный симптом воспалительного процесса в организме – это высшение температуры выше 38 градусов. Мы с вами описываем симптоматику острого воспаления органов малом таза. Но вот в том-то всё и дело, что довольно часто возникает картина, которая не совсем похожа на вот эту типичную картину, которую мы с вами описали. То есть боли неясны. Боли то есть, то нет. Повышение температуры может не быть. И наши женщины, которые привыкли терпеть, да и во время месячных достаточно большое количество женщин испытывают болезненные ощущения, поэтому привыкают к этим болям внизу живота. Женщины привыкли не обращать внимания на такие симптомы. Поэтому не все, к сожалению, женщины обращаются за помощью, сразу обращают на это внимание, обращаются за помощью к врачам. Вот в силу этих обстоятельств, когда вот такое субклиническое, торпидное течение заболевания возникает. И вот это как раз приходит к тому, что женщины не обращаются за помощью, ну и, соответственно, процесс может приобрести хронический характер. Он переходит в хроническую форму, к сожалению, достаточно часто. Вот критерии диагностики. Они, условно, конечно, тоже делятся на три группы. Это минимальные критерии, дополнительные критерии, по которым позволяют уточнить наши с вами догадки, ну и определяющие критерии, которые абсолютно точно позволяют нам поставить диагноз. Итак, к минимальным мы отнесем с вами болезненность при пальпации в нижних отделах живота, болезненность в области придатков, болезненная тракция шейки матки. Это заставляет нас обследовать женщину дальше, и мы выясняем, что у нее были эпизоды повышения температуры, или сейчас имеется повышение температуры. В обязательном порядке берется общий анализ крови, и в нем мы вполне можем ожидать повышенный ликоцитоз больше 10. Конечно, весьма вероятно сдвиг влево ликоцитарной формулы. В этом же анализе крови мы увидим ускоренную сою, и если взять анализ цирреактивного белка, то он тоже, конечно, как на любой воспалительный процесс в организме отреагирует, он будет высоким. Мы обратим внимание на патологические выделения из влагалища или шейки матки. Это в основном гноевидные выделения, иногда с примесью крови. Ну и возьмем анализ из цервикального канала, пошлем этот мазок в лабораторию, и в лаборатории нам также подтвердят наличие цервикальной инфекции. Определяющими же критериями будут такие, которые точно поставят нам диагноз. Вот гистологическое обнаружение эндометрита, если мы выполним выскабливание полости матки. Это сонографическое. Ну, сонографическое – это ультразвуковое подтверждение наличия воспалительного процесса. Любой врач ультразвуковой диагностики знает признаки инфекционного воспалительного процесса органов малого таза. Особенно, если определяется бимануально и по УЗИ наличие тубоавариального образования. Напомню, тубоавариальное образование – это спаечный процесс в области придатков, в который вовлечена матка, труба, которая, собственно, чаще всего является источником этой инфекции. Это яичник, который располагается рядом, сюда подпаивается. И обычно петли кишечника. Это конгломерат, это тет-образование обычно содержит еще и полость, заполненную гноем. При прорыве гноя сначала начинается пельве перитонит, а затем может развиться довольно быстро разлитой перитонит. Это опасное состояние, которое вызывает, напоминаю, картину острого живота. Ну и, конечно, диагноз подтверждает и такое лечебное диагностическое мероприятие, как ляпроскопия. Тут уже глазом видно наличие или отсутствие воспалительного процесса. Когда мы размышляем о том, как тактически поступить с женщиной, которой мы диагностиировали в зонт, мы должны определиться, где мы будем проводить это лечение. По счастью, достаточно большое количество женщин имеет возможность быть пролеченными амбулаторно, в амбулаторных условиях под контролем врача женской консультации. Однако существуют определенные показания, которые заставляют нам тут же выписать направление и отправить женщину на стационарное лечение. Показаниями госпитализации не всякого сомнения является тяжелое состояние женщины, которое определяется повышением температуры, выраженными симптомами интоксикации, тошнотой, рвотой и так далее, головными болями, слабостью и прочими делами. В обязательном порядке госпитализируются женщины, у которых имеется тубово-реальное образование, тубово-реальный абсцесс, ибо лечение тубово-реального образования чаще всего хирургическое, ну и наличие такой гнойной опухоли в животе чревато симптомами острого живота, разлитым перитонитом, цепсисом и так далее. Неэффективность или невозможность амбулаторного лечения. В том случае, если мы начали лечить женщину, а эффекта никакого нет, или женщина живет, скажем, в какой-то отдаленном населенном пункте и нет возможности постоянно контролировать эффективность этого лечения, то, конечно, в этом случае лучше, если она будет под круглосуточным наблюдением врачей. Одновременное наличие беременности. Надо вам сказать, что это очень редкое сочетание. Обычно на фоне беременности воспалительных процессов не бывает, но уж если таковое возникает, то, конечно, это показания для стационарного лечения. Наличие иммунодефицита, ВИЧ-инфекция, другая иммуносупрессия предполагает, что лечение будет затруднено, эффективность лечения будет резко снижена, поэтому, конечно, его надо проводить в стационаре. Ну и, конечно же, невозможность исключения острой хирургической патологии. Мы вели речь на прошлой лекции об этом. Это эктопическая беременность, аппендицит, особенно если воспалительный процесс локализуется справа, это заставляет поместить женщину в стационар для проведения более пристальной дифференциальной диагностики. Воспалительный процесс опасен сам по себе, но он, конечно, еще и чреват последствиями своими, то есть осложнениями, которые меняют и качество женщины и влияют на ее, возможно, социальный статус. Вот смотрите, около 20% женщин после перенесенного воспаления предатков матки остаются бесплодными. Еще у такого же количества женщин, а может быть, одновременно остаются очень неприятные симптомы комплекс, который называется синдром хронических тазовых болей. Это состояние, которое изменяет качество жизни очень сильно, влияет на трудоспособность женщины и, самое главное, очень плохо лечится. Ну и вот, видите, 10% пациенток впоследствии могут иметь эктопическую беременность. Теперь более подробно. Оказывается, что вот эти вот изменения в репродуктивной функции женщины зависят от количества эпизодов обострения или возникновения в зонт. Вот посмотрите, после первого эпизода в зонт бесплодными остается 8% женщин, после второго эпизода уже 20%, а после третьего, ну, скажем так, это уже точно хроническая форма, около 40% пациенток беременность иметь уже не могут. Маточные трубы. Вот вспомните первую картинку. Окклюзия маточной трубы произошла, то есть выхода из маточной трубы нет. В области фембриального отдела возникла спайка. Поэтому в маточной трубе при воспалении накапливается гноевидное выделение, и это будет называться пиосальпинкс, то есть постоянное существование в организме очага инфекции, то есть гнойные вот этого вот расширения маточной трубы. Конечно, если возникает окклюзия маточной трубы, даже без наличия пиосальпинкса, прохождение оплодотворенной яйцеклетки по этой трубе невозможно, но, по счастью, у женщины трубы две, и при окклюзии одной беременность все-таки возможна при наличии проходимости второй трубы. Ну вот смотрите как. Оказывается, количество окклюзий маточных труб тоже зависит от количества перенесенных эпизодов в зонт. После первого спайки в трубе возникают у 12, почти у 13% женщин. После второго 35,5%, а после третьего уже 75% с лишним процессом женщин имеют спаечный процесс в маточной трубе. А это бесплодие, это риск возникновения эктопической беременности, как вам понятно. Какие же возбудители наиболее значимы, когда мы говорим о воспалительном процессе женской половой сферы. И вот как не оказалось странным в наше время, потому что мы стали достаточно легко относиться к гонорейной инфекции. Некоторые вообще считают, что это легко излечимая инфекция. Однако, посмотрите-ка, от 20 до 50% микроорганизмов, которые мы обнаруживаем в этом случае, это как раз возбудители гонорреи. На втором месте по частоте это хламидиальные инфекции, хламидиоз, хламидиатрахоматис. Но чаще всего, и это признают все исследователи, мы имеем дело с полимикробной флорой. То есть это ассоциации микроорганизмов, которые усиливают в какой-то степени действия каждого. И это чаще всего условно-патогенные микроорганизмы, которые в сочетании между собой или при возникновении определенных условий становятся патогенными. Это могут быть и бактероиды, и пептострептококки, и гарднереллы, и стафилококки, и стрептококки, и эшерихия коли, которые у нас в организме предостаточно. О роли микоплазма и аэроплазм до сих пор имеются дискуссии. При определенных условиях никто не отрицает, они вызывают, конечно, воспалительный процесс женской половой сферы. Но эти микроорганизмы обнаруживаются и у женщин абсолютно здоровых, которые не предъявляют никаких жалоб. И поэтому до сих пор ведутся дискуссии лечить в этом случае наличие микоплазма и аэроплазма или не лечить. Вот это вот сейчас на стадии обсуждения находится. Ну и посмотрите, в одной трети случаев из цервикального канала из цервикального канала не удается выделить никаких микроорганизмов. Возникает вопрос, всегда ли имеется корреляция между тем, что находится в цервикальном канале и в верхних этажах женских половых органов. Таким образом, точное определение возбудителей в зонт достаточно кропотливая и трудноватая задача. Достоверно можно считать определенным возбудителем только если мы возьмем материал во время проведения оперативного вмешательства непосредственно с того места, которое подвергнуто воспалению. Флоровлагалище цервикального канала, и это признается уже всем, недостаточно точно отражает состав возбудителей в зонт. Конечно, в этом случае мы отправляем исследование к культуральным методам, но он, во-первых, достаточно длительный по времени, пока там что вырастет, а вот хламидии и анаэробы этим методом не выявляются. Ну и, как я уже говорила, результаты сирологических ПЦР-тестов при диагностике в зонт некоторыми исследователями трактуются по-разному. И все это заставляет, ну, время не терять, и поэтому назначать, если уж мы поставили диагноз в зонт, лечение назначать эмпирически. Как вы понимаете, это должен быть хороший, надежный антибиотик. Как правило, не один, и, как правило, это широкого спектра действия, который имеет воздействие не только на аэробную флору, но и на анаэробов и простейших. Несколько слов о дифференциальной диагностике. Еще раз, с чем мы должны дифференцировать? В первую очередь, это эктопическая беременность. Эктопическая беременность может маскироваться от обострения хронического воспаления верхних отделов голового тракта, но и точно так же воспалительный процесс может маскировать имеющуюся эктопическую беременность. Вот здесь должен быть проведен очень точный, исключающий, взаимоисключающий дифференциальный диагноз. Острый аппендицит, о котором мы с вами уже говорили, особенно если воспалительный процесс справа. Эндометриоз. Скоро всего будете знать, что это за заболевание, достаточно распространенное заболевание женской половой сферы, которое тоже сопровождается болевыми ощущениями в нижних отделах живота и поэтому требует дифференциальной диагностики с воспалительным процессом. Также эндометриоз может маскироваться за этим воспалительным процессом. То есть женщина многие годы может лечиться от воспалительного процесса, а у нее на самом деле окажется в конечном итоге эндометриоз. Осложненная киста яичника. Мы тоже вели с вами разговор об этом на прошлой лекции. То есть это перекрут, в данном случае, скорее всего, частичный перекрут кисты яичника или надрыв капсулы этой кисты также будет сопровождаться болевым синдромом и требует дифференциальной диагностики. Ну и вот функциональная боль неизвестного происхождения, синдром хронических тазовых болей может симулировать наличие воспалительного процесса, требует его исключения. Вернемся к терапии. Итак, сложности антибактерии. Это реальная терапия в зонт. А в чем вот эта вот сложность состоит? Во-первых, в том, и мы с вами уже об этом говорили, что обычно ассоциации микроорганизмов, разных микроорганизмов, как аэробов, так и анаэробов, это могут быть простейшие, скажем, трихоминады, и это заставляет подумать о рациональной противомикробной терапии. Высокая вероятность резистентности бактерий. Мы живем в таком мире, что к 20-25 годам, когда наиболее возможно возникновение воспалительного процесса, женщина, девочка, как правило, неоднократно уже пережила антибактериальную терапию в своей жизни, что может, конечно, вызвать резистентность к антибактериальной терапии. Осложненный анамнез к антибактериальной терапии, это нужно выяснять у каждой больной в обязательном порядке, потому что аллергизация населения сейчас, и для вас это не секрет, очень и очень высокая. Ну и каждое обострение и шаг к необратимым последствиям, мы это с вами обсуждали выше, поэтому антибактериальная терапия должна быть надежной и надежно излечивать пациентку от возникшего воспалительного процесса. Вот это все приводит к тому, что терапия в зомт уже при первом эпизоде должна быть очень рациональной, очень правильной и направлена не на приглушение инфекции, а на полное уничтожение микробного или какого-то другого агента из организма, чтобы не было хронизации процесса, и впоследствии мы таким образом женщину предохраняем от многих неприятностей, от эктопической беременности и от трубного бесплодия. Как я уже говорила, антибактериальная терапия должна быть разнонаправленной на весь возможный спектр микроорганизмов. Помните, мы говорили, что она эмпирическая, поэтому с самого начала мы должны это учитывать. И поэтому оптимальным выбором будет, конечно, комбинированная антибактериальная терапия, то есть сочетание разнонаправленных препаратов, которые направлены и на аэробные, и на анаэробные компоненты. И вот если это все не учитывать, то можно допустить, в общем, достаточно такие серьезные ошибки в этой антибактериальной терапии. Первая ошибка – это монотерапия. Пока нет ни одного антибиотика, который бы действовал на все возможные микроорганизмы. Вторая ошибка – недостаточные дозы и продолжительность курса этой терапии. То есть дозы должны быть достаточно большими в этом случае, а продолжительность лечения полноценной. В ряде случаев происходит вообще отказ от антибактериальной терапии. Не среди врачей. Чаще это происходит со стороны больных. Поэтому, когда мы лечим женщину, мы всегда, не только в случае воспалительных процессов, а и вообще всегда, должны убедиться в том, что она четко выполняет все ваши рекомендации. Какие же задачи у нас в результате всего этого возникает? Первая, минимальная задача – это избавить женщину от симптомов, с которыми она к вам обратилась. Однако мы знаем, что этого для нас недостаточно, и мы ставим перед собой задачу максимум. Это избавить ее от дальнейших эпизодов обострения и при этом сохранить ей репродуктивную функцию. То есть излечить за один раз после того, как она к вам обратилась. Что может ли антибактериальная терапия в этом помочь? Да, конечно, если она полностью избавит человека от возбудителя. И нет, если только снизит их численность. Сразу приходит на ум пример гонорейной инфекции. Вы знаете, что возбудитель нейсерии это самое очень быстро переходит в L-формы, которые невозможно бывает даже определить обычными методами диагностики. Поэтому эффективность антибактериальной терапии должна быть бактериолитическая терапия, а не бактериостатическая. Поэтому вот смотрите, мы помним, какие микроорганизмы наиболее значимы. Это гонорейная инфекция, хламидиальная инфекция, анаэробы. А препараты, которые воздействуют на эти группы микроорганизмов, совершенно разные. Гоноры это фторхиналоны, пенициллины, цифалоспорины. Хламидия это тетрациклины, макролиды. Анаэробы это нитроамидозолы. Вот исходим из этого. И вот я вашему вниманию предлагаю две возможные схемы, которые возможны для определения лечения воспалительного процесса в амбулаторных условиях. Это совершенно необязательные схемы, они могут быть совершенно другими. но для вашего внимания предоставлю эти две. Вы видите, что и в схему номер один, и в схему номер два включен такой препарат, как метронидозол. Напомню, метронидозол вообще был придуман для того, чтобы справляться с простейшими. Трихомонады начинали лечить этим препаратом. Однако потом выяснилось, что метронидозол прекрасный препарат, который воздействует на широкий спектр микроорганизмов, в том числе и на анаэробную инфекцию. Поэтому мы сейчас им пользуемся в гинекологии очень широко, как в таблетированной форме, используем, скажем, в форме трихопола, так и в форме, которую можно вводить внутривенно. Если говорить о мабулаторном лечении, то, конечно, это таблетированные формы. Если говорить о лечении, которое проводится в стационаре, то, безусловно, мы будем прибегать к внутривенному введению этого препарата. То же самое касается и антибактериальных средств. Как вы понимаете, наиболее эффективное внутривенно-капельное введение этих препаратов. В самом начале нашего разговора мы говорили о том, что в основном, в основе практически всех воспалительных процессов сейчас лежит заболевание, передающееся половым путем. Хочу напомнить вам еще вот о каком заболевании, которым современные доктора стали немножко забывать, а последние годы количество таких больных несколько увеличилось. это туберкулез. И вы должны знать, что туберкулезное повреждение женской половой сферы тоже вполне возможно. Но сейчас речь идет о том, что все-таки это достаточно редко, а чаще всего это ЗПП, ИПП, вот эти микроорганизмы. А раз так, значит, кто-то из партнеров был первым. И сейчас уже выяснить это невозможно. Кто был первым? Но и у обоих этих партнеров вполне возможно, у женщины уже выявлено, но значит, точно так же такое же заболевание можно выявить и у мужчины тоже. Поэтому когда женщина поступает на лечение, обращается за лечением, мы должны с вами поговорить с ней вот о чем. О том, что она должна рассказать о своем заболевании своему половому партнеру и сказать ему о том, оповестить его о том, что он нуждается в точно таком же обследовании, но хотя бы на два основных заболевания гонорея и хламидиоз. Если у женщины подтверждается наличие инфекции, передающейся половым путем, оба партнера должны на время лечения избегать половых контактов, пока этот курс лечения не закончится. Иначе эффективность этого лечения будет минимальна. Возникает реинфекция. Если определяется у кого-то из партнеров гонорейная инфекция, то оба партнера лечатся по этому поводу, причем по полной программе, по полному протоколу, как это полагается. Не одна таблетка, которая приведет к исчезновению симптоматики, но отнюдь не излечит от этого заболевания, а по полному протоколу, как описано, со всеми провокациями и критериями излеченности от этой инфекции. Желательно одновременное эмпирическое лечение против хламидиоза, потому что эти заболевания очень часто находятся в сочетании между собой для половых партнеров в обязательном порядке и того, и другого. Если адекватный скрининг на эти заболевания гонорея и хламидиоз у полового партнера невозможны, или он категорически отказывается от такого исследования, а у мужчин это бывает, и бывает гораздо чаще, чем у женщин, женщины как-то более к этому правильно относятся, к собственному здоровью, то в этом случае проводится эмпирическая терапия обеих этих инфекций по полному протоколу, по полной программе, для того, чтобы предохранить мужчину от тоже возможных последствий. А последствия точно такие же – это хронизация процесса и возникновение бесплодия. Вот если мы с вами будем поступать правильно, если мы с первого эпизода возникновения острого воспаления органов малого таза у женщин будем проводить адекватную терапию, таким образом мы справимся, мы предохраним женщину от возможных осложнений, и у нее дальнейшая жизнь будет прекрасна и удивительна. Вот собственно все, что я вам сегодня хотела рассказать. Готовьте вопросы. мы с большим удовольствием вопросы ваши заслуживаем и по возможности дадим ответы во время практических занятий. Будем надеяться, что они так и впредь будут проходить в очном режиме. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...